В этом я вижу большую символику, большое значение в этих мероприятиях. Самое главное – это внимание татар к чувашам, внимание чувашскому народу к татарскому народу. Это самое ценное. Книги можно ведь издавать, можно переиздавать, можно любя издавать, можно просто так для галочки издавать. А когда народ внимателен к судьбе другого народа, это совсем другое дело. Открываются библиотеки не только двух народов, но и сердца открываются друг другу двух народов. А в открытые сердца людей никогда, никогда, никогда плохое не влетает. В ухо влетает плохое. Из языка улетает плохое. А в открытые сердца заходят только хорошие, добрые. Поэтому я от души благодарю, во-первых, весь чувашский народ за внимательность к самому дорогому человеку татарского народа Гавдолея Тукаеву, чувашского народа. Чуваши были очень внимательны, и мы преклоняем свои головы не только перед этой книгой, но и перед всем чувашским сообществом, чувашским народом. Зур, Раднад, Тапсик. До этого некоторые произведения были, Тукаев, переведены на чувашский язык. Все поэмы Тукаев перевел Яков Буксай, и несколько раз эта книга на чувашском языке издавалась. А стихи, как был из Тукаев, на чувашский язык, не были переведены. Сейчас можно сказать, что два крыла Тукаев уже переведены. И поэмы, и стихи. Гениальность Тукаев больше всего проявляется не в его поэмах. Поэмы его – это как бы интерпретации народных сказок, гениальные интерпретации, сказки других народов. А вот в стихах – истинная гениальность татарского поэта. А он был действительно гениальный человек. Посмотрите, 26 лет, не доходя до своих 27, он уже умер. В университетах он не учился. Гимназии он не оканчивал. В заграничных путешествиях, как многие-многие великие писатели русского там народа, других народов мира, он не участвовал. Всего-то он был один раз четыре дня в Санкт-Петербурге, был один раз в Уфе, был один раз в Симбирске, в Ульяновске, был один раз в Астрахани, в Казани, и все. И деревенская медреса. И он написал такие стихи, которые сейчас дают импульс ума и сердечной энергии не только простому народу, но и выдающимся мыслителям современности. Через 125 лет. О гениальности Тукае можно говорить много. Я писал об этом и статьи, эту статью можно в интернете прочитать. Речь сейчас не об этом. Вот мне, я вчера встретился с председателем Союза писателей Республики Татарстан. Эта книга, она стала как бы интереснейшим духовным толчком для продолжения вот той пути, который начал Габдуна Тукай на чувашском языке. Сейчас Союз писателей Республики Татарстан договорился с Союзом писателей «Удмуртий», «Морел», «Мордвы». И все сейчас будут издавать вот такие книги, как вот эта книга будет. Будут эти переводы собраны под одну крышу, и будет издана одна книга на чувашском, на татарском, чувашском, марийском, мордовском, удмуртском и русском языках. Вот какой толчок вы, Валерий Владимирович, дали своим переводам не только для себя, для чувашской литературы, но и для литератур соседних наших братских народов. Вам огромное спасибо за это. Вот на этом я бы хотел завершить себе выступление. Дружба народов, дружба литературы, у Саунбек Калачиш, тут в Вадархерахшолка, снахта, писатель зен пербриньбетоустла бузастан, шоунутидаще бузастан, а лахсендетоустла бурнаща, пербриньбе, шоунутидаще. Сау, ила нахерин, по дири Владимирович, лаких, ижензаюч, лаких, ижензай, Возвращение в Казахстане. Микрофон Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!